Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 23 августа, день Лаврентия. День посвящен Лаврентию, римскому которому жил в 3 веке и служил архиадиаконом в римской христианской общине. Пострадал во время гонений, организованных на христиан императором Валерианом. В тюрьме Лаврентий совершал чудеса, в частности, исцеляя больных. Например, слепой христианин с плачем обратился к нему, прося об исцелении. Лаврентий положил руку на его глаза, и тот прозрел. В дальнейшем он многих исцелил от слепоты. В народе этот день называют водоколебателем и наблюдали за реками и озерами, чтобы по приметам определить, какой будет погода зимой и осенью. Сегодня молится святому Лаврентию, чтобы слепые люди прозрели, а также излечились от глазных болезней. Молится ему и для снятия с глаза приметы. На Лаврентия в полдень смотрят в воду. Коли тихо, не волнуется вода, то осень будет тихая. А зима без вьюг и злых метелей. Если в этот день сильная жара или дожди, то так будет и всю осень. Либо тепло и сухо, либо дожди и сыро. А вот дождливая погода при отсутствии ветра предвещает не слишком холодную осень и зиму. Если сегодня дождь и тепло, рыбалка будет удачной. Соль. Не прописано. Но вы добавляете. Да. Соль можно есть. Но у кого гипертония, постарайтесь ее есть меньше. За счет того, что пища у вас растительная, где содержится антагонист соли, потому что соль задерживает воду в организме. И за счет этого количество жидкости в организме становится больше. И сердце должно с усилием ее качать, поднимается давление. Для того, чтобы наше сердечко заработало лучше, давление снизилось. Соли меньше раз. И вот этот вот салатик зеленый. Он излишки соли выводит, выводит жидкость. И за счет этого снижается давление, отеки уходят. И даже лишний вес. Потому что у большинства людей лишний вес не столько в жире, сколько в воде. Это надо понимать. Что касается сахара. Очень интересное явление насчет сахара. И знаете, в чем заключается? Оказывается, если мы сахар съедаем в чистом виде, он подсушивает организм. Так, дай я тебе переверну. Сахар съедаем в чистом виде. Ну, то есть кусочек взяли. Кусочек съели, с чаем съели, с кухой съели, с водой съели, с компотом съели, еще с чем-то съели. Подсушивает. Это как? А вот так происходит следующее. Значит, он всасывается в кровь. Кровь делается более вязко. Да. Особенно у людей, которые страдают сахарным диабетом, у них вместо крови течет сахарный сироп. И смотри, что этот сахарный сироп начинает делать. Первое. Под действием силы тяжести он опускается к ногам. И у больных с сахарным диабетом возникает такое осложнение, как диабетическая стопа. То есть малейшая рамочка, которая здесь возникает, должна через ранку вытекать в кровь. А через нее идет вот этот сахарный сироп, который разъедает эту рамку. Он снабжает бактерии гнилостные питательными веществами. И ранка начинает гнить. Она плохо заживает и гниет. Диабетическая стопа? Диабетическая стопа. Далее у нас, вот глазки, да? Смотришь на мои глазки, я смотрю на твои глазки. Что это такое глаз? Глаз имеет свою собственную структуру. Он заполнил определенной жидкостью такой. Гелеобразной. И в этой жидкости, в этом геле идут свои процессы. Она должна быть чистенькая, чтобы свет проводить. Но что получается? Так как сахара у нас больше становится в крови, в линфе и так далее. Он и сюда приходит. Он и сюда приходит и делает замутнение. Как от сахара ныть из сиропа, все это начинает мутить. Да, мутным становится. Мутным становится. Это, понимаешь, как будто в воду набросали снега. И она стала вот такого. Образ понятен. Но вы говорите, сахар подсушивает. Как же он подсушивает? Он же наоборот тогда, получается, не подсушивает, а мутит. 22-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. 23-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная. Поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны, неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить собаконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»